Только в одной автошколе в Краевом Центре можно получить водительские права людям с ограниченными возможностями. Особые курсанты записываются в очередь, чтобы накатать положенные часы за рулем единственного в городе специализированного автомобиля с ручным управлением. По программе за три месяца им необходимо прослушать более 100 часов теории и откатать 56 практики. Едем, 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 поворачиваем до упора. Левое зеркало, правое зеркало. У Алины Юн парализованы ноги. Четыре года назад она с друзьями попала в аварию. Итог – перелом позвоночника. Заменить инвалидное кресло на автомобильное девушку убедил жених. Сейчас она с инструктором уже докатывает последние занятия. Впереди экзамен. Поначалу было страшно. Все-таки после аварии все равно. И я не думала, что такая автошкола вообще есть в Хабаровске. Более 12 лет инструктор Виталий Михайлов обучает людей с ограниченными возможностями. В Хабаровске не один инвалид пересел на автомобиль, пройдя школу вождения под его руководством. В неком далеком сам получил инвалидность. А теперь имею звание мастера России. Согласно федеральному закону 419, который вступил в силу с 1 января 2016 года, сегодня все автошколы должны не только предоставлять услуги по обучению вождения инвалидов, но и быть укомплектованы специальным транспортом. На практике на весь Хабаровск всего один автомобиль с ручным управлением. В 2013 году наше Хабаровское отделение Всероссийской общественной организации инвалидов выиграли грант, по которому они приобрели специальное оборудование для оснащения автомобиля и обучения инвалидов вождению автомобиля с ручным приводом. Вот этот грант был передан в Хабаровское автотранспортное предприятие, которое оказывает такую услугу. До 2005 года инвалиды могли получить автомобиль бесплатно, в порядке очереди. Однако в том же году изменился ряд форм социальной поддержки. Некоторые заменили на денежные выплаты. Сейчас у людей с ограниченными возможностями льгот на приобретение транспортного средства нет. В данном случае наша автошкола в качестве льготы предоставляет автомобиль непосредственно к месту проживания. Доставку к месту проведения занятий и обратно домой отвозим. Социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями является актуальной проблемой современного общества. По статистике только в Хабаровском крае проживает около 80 тысяч инвалидов. Большая часть из них – люди трудоспособного возраста. Анастасия Пиццон, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения.